Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Миграционные процессы под контролем властей Кубани и Анапы. Инспекторы рота ДПС при проверке обнаружили наркотики в салоне автомобиля. В Анапе состоялся очередной видеоселектор по вопросам антитеррористической безопасности и борьбы с незаконной миграцией. Участники совещания отчитались об итогах работы за минувшую неделю. Заместитель министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Михаил Додатко доложил о результатах проведенной работы. На Кубани продолжают проверять все муниципальные образования. Представители ТОСов и квартальных комитетов активно участвуют в общей профилактической работе. В Анапе активисты сообщают о местах проживания подозрительных лиц. Сотрудники администрации, полиции, миграционной службы устанавливают и проверяют новые места проживания и работы иностранных граждан и лиц без гражданства. Нелегалов выдворяют, выписывают штрафы работодателям. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов потребовал принять дополнительные меры в работе и усилить контроль за попрошайничеством на дорогах города. Сергей Козлов попросил казачество усилить работу по выявлению резиновых квартир, мест компактного проживания мигрантов. Напомним, что о местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектов, где массово применяется иностранная рабочая сила, для мер оперативного реагирования можно сообщать по телефону горячей линии миграционного контроля 3 07 21 и в ночное время 02. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. 7 марта на трассе Новороссийск-Керченский пролив. В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» сотрудники Анапской роты ДПС остановили ВАЗ седьмой модели. При проверке у выходцев из республики Казахстан инспекторы обнаружили наркотические вещества в салоне автомобиля. При досмотре автомобиля сотрудникам полиции между дверью и сиденьем был обнаружен подозрительный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Это ваше. Пойдемте, смотрим. Пакетик с каким-то зеленым веществом. Вытаскивать не надо. Не надо вытаскивать. Обратно засыпать. Поможет курить? Курить не надо. Курить не надо. Автомобиль был тщательно досмотрен. Кроме электрошокера больше ничего обнаружить не удалось. Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в УВД города Анапа для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось позже, веществом указался на свай, который многие жители Средней Азии систематически употребляют. Хоть он официально не является наркотическим веществом, но вызывает привыкание, а на молодой организм действует как наркотик, вызывая легкое головокружение, покалывание в руках и ногах и помутнение в глазах. Водителям его принимать за рулем крайне опасно ввиду вероятности создания аварийной ситуации. Вадим Родин, Анапа-регион. Продолжаем выпуск. Славным подвигом солдат жить в веках. Витязев реставрирует памятник неизвестному солдату. Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1942-43 годах. Ремонтирует за счет средства депутата Ставрия Асланова. Будет произведена замена плиты со списком имен. Вместо старого поставлен новый бронзовый памятник солдата. Полностью благоустроит всю территорию рядом с братской могилой. Ремонтные работы по восстановлению памятника планируют закончить к майским праздникам. Телерадиокомпания «Анапа-регион» объявляет новый набор участников в детский проект «Стих на табуретке». Конкурс пройдет в двух номинациях. Стихотворение на тему «Моя мама» и «Мой папа». Разучите с ребенком стихотворение о маме или папе, запишите выступление малыша и пришлите на почту anaparegion.com. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество участника, возраст, данные одного из родителей и контактный телефон. В проекте участвуют дети до 10 лет. Прием заявок до 26 марта. Итоги конкурса будут размещены на нашем сайте anaparegion.ru. Победители обеих номинаций «Моя мама» и «Мой папа» получат в подарок планшетные компьютеры. Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг 13 марта в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 4-6, ночью плюс 3 градуса по Цельсию. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 6 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. В этомomina школа «Меркурий-2". Продолжение следует... Продолжение следует...